Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпания «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях человек, известный нашим зрителям и в городе, да и во всем регионе, Рамиль Сакаев, президент Федерации стилевого каратэ нашей области. Рамиль, мы с вами поступательно как-то шли к тому, чтобы хотя бы приблизить тот час, когда каратэ у нас станет действительно массовым видом спорта. Официально может быть. Я думаю, что в прошлом году мы удачно отработали, потому что каратэ признали и спортивные функционеры, и те люди, от которых зависит его развитие и соревнования многие провели. Теперь я узнал совершенно сенсационную вещь, что президент Федерации вдруг уходит работать простым учителем школы. Ну не уходит, а оставаясь президентом, он еще и становится школьным учителем физкультуры. Вот ты как школьный учитель физкультуры, недавно, так сказать, состоявшийся. Расскажи, почему было принято такое решение, в связи с чем и как у тебя школьные дела продвигаются? Как у президента учительские дела, вот так я бы сказал. Ну в принципе неплохо, так как всю жизнь работаешь с детьми, только немножко в другой сеть, более спортивный. Ну поступило предложение, так как я действительно целый день обитаю в школе, и утром тренируюсь, и вечером. Ну и решил попробовать. Почему нет, в принципе, даже вот как бы согласие такое внутреннее было очень легкое. Можно сказать, я вот с одной комнаты перешел просто в другую комнату и чем-то другим просто занялся. Или параллельно. Ну смысловое, конечно, очень большое значение имеет, потому что, может быть, лето показало то, что вот особенно в лагерях, да, что немножечко у нас дети, вот, не хватает внимания такого более такого спортивного. Ну хлебковатый, я бы даже сказал, что уже делать такие. Да, вот я стал работать, в принципе, неплохо, детей подтягиваю, детей тренирую, даже вместо урока физкультуры, как бы я урок физкультуры плановый, делаю мини-тренировки. И в принципе, со стороны, кажется, что детям нравится. Ну при этом, конечно, федерация, она продолжает работать, все остается со своим руслом, ну и плюс свой богатый, можно сказать, опыт делюсь с детьми. Вот такие тренировки, урок физкультуры, но все-таки это разные немножко вещи. Удается ли вот их как-то гармонично так синтезировать и подавать в школе? В школе там свои требования, там же что скажет директор, вот еще что-то важное. Что очень характерно, вот этот опыт еще советских времен, помните, наверное, чем бы ты ни занимался, вот я в то время занимался дюдо, например, ганбол, учили физкультуры, сказали, обязаны играть ганбол, все. Какой ты не был спортсменом, это твоя школьная задача. Вот я как бы этот опыт тоже принимаю. Есть спорт, чем ты не занимался, там дюдо или там самбо, у меня там мальчишки хорошие, боксеры есть, уже по 15-м медали завоевывают. Но урок физкультуры нужно делать авторитетным, потому что как мы привыкли, а, закосим от физкультуры. Ну был такой, да, у каждого. Я не претендую, что урок физкультуры должен быть самым главным, есть уроки поважнее, не всем это дано, физкультуру не все это любят. И мы такие хулиганчиками маленькими были. Но все-таки авторитет к своему здоровью, это надо прививать. Я им так говорю, что здоровым и сильным быть сейчас модно. Потом, еще не важно, как жизнь сложится у вас, да, сегодня тебе нравится математика, а вдруг ты станешь когда-нибудь спортсменом. И детям это нравится, дети тянутся и делают, помимо всех требований школьной программы, они, конечно, и успевают делать то, что и нужно делать. По крайней мере, за полтора месяца, что я вот с первого сентября я работаю, дети физически уже хорошо подтянулись. И это, в принципе, радует, дисциплинировались. Уже понимают, что на урок физкультуры надо сходить, надо потренироваться. У некоторых даже, я сам это не слышу, говорят, что урок физкультуры становится одним из любимых предметов. Почему для меня, как для руководителя Федерации карате это важно, или вообще просто спортсмена, тренера, то, что все-таки закладывают на развитие спорта именно учителя физкультуры. Они должны проводить селекцию, говорят, вот ты подходишь для баскетбола, ты очень хороший будешь самбист, ты будешь хороший футболист. И тем самым давать им то, на что они способны, а не какие-то стандартные вещи. И, в принципе, получается неплохо. Меня даже разминки проводят. Мальчик, когда раз кто тренирует самбо, проводит разминку самбист. Кто-то занимается боксом, он проводит разминку. Творческий подход такой. Да, да, да. Девочки проводят для девочек. И уже вот эти даже элементы, которые учатся дети у своих тренеров в спортивных секциях, они уже применяются на урок физкультуры. И, в принципе, получается неплохо. То есть, вот я так понял, что так внутренне ты как бы был уже готов и согласен к чему-то такому вот, к погружению в более воспитательную педагогическую работу. А толчок к этому вот эти летние лагеря дали. Когда-то кто-то куда-то не добежал, кто-то какой-то уж такой худенький, что прозрачный. Кто-то вообще о спорте не имеет, о физкультуре даже не имеет никакого понятия. И как-то вот кто-то должен это делать, начинать хотя бы. Да, да. Мальчишек в основном очень жалко, потому что даже по лагерям посмотреть, хочется сделать какой-то норматив. Выбираешь лидера, который, например, подтягивается хорошо. Например, из 20 человек может подтягиваться только один. Вот. И говоришь, вот видите, ребятки, надо. И так получалось, что мальчишки даже 12-13 лет скидывали какой-то определенный вес, и с нуля подтягивания доходили в течение месяца до 13-15 подтягиваний. Я считаю, что это очень хорошо. Это блестящий результат. И сейчас они уже приходят, когда в школу уже меня видят. Я еще тогда не был учительной физкультуры. Они меня спрашивают, когда будем подтягиваться, когда будем делать это. Вот я даже, честно, вчера поехал и приобрел еще пять турников. Не хватает. Скажи, вот я всем спортсменам, людям, связанным со спортом, уже там и ветеранам, и действующим атлетам, ну и известнейшим таким вот всем мы задаем один вопрос. Как вы считаете, надо ли в школе вводить единый госэкзамен или какой-нибудь практический экзамен выпускной по физкультуре? Раньше он был ГТО. Ну, если вот не брать там стрельбу и метание граната обязательно и когда-то, то это был, на мой взгляд, очень успешный физкультурный комплекс. Нормативы бег, нормативы были подтягивания тоже самое, бег на дальние дистанции. Ну, вообще-то, вот что ты думаешь по этому поводу? Потому что ты сейчас и президент федерации, коротко известнейший спортсмен и тренер, и в то же время учитель в школе. Я бы, в принципе, сделал, но последовательно и постепенно. Вот сейчас вот я, когда окунулся в работу в школу, работу учителя, я, например, выявил такой вот, такой момент интересный. Так как я работаю со вторыми, со одиннадцатыми, по одиннадцатый класс, выявил, что физическая подготовка у второго, скажем, и где-то десятого класса, ну, по-своему, практически одинаковая. Если сейчас вводить эту систему, пускай эти десяти, ну, восьми, девяти, десяти, одиннадцатиклассники уже уйдут со школы, ну, эти второклассники, подойдя к одиннадцатому классу, я уверяю, если это сделать и работать последовательно и грамотно, дети будут у нас выходить сильными. У нас дети будут подготовлены и уважили, относиться вообще к здоровому образу жизни и к спорту. Вот только тогда получится. А если сейчас ни одиннадцати, ни десяти, ни девяти, ни одиннадцати восьмиклассников не заставишь, у них уже менталитет свой сложился, куда бы сбег за школу, там, покурить, как бы это все, после школы походить, уроки делать не хотят, физкультура для них это что-то такое. А вот так и начинать, да, было бы здорово. То есть, какой провал уроков физкультуры все-таки он наблюдается, я не имею в виду нашу Рязанскую область, а вообще, в принципе, вот в России с тех еще давних времен, надо это все делать. Вот так в девяностых годах все такое случилось, да. Физкультура, она есть, выступает, вот у нас дети выступали на Олимпиаде школьной, у меня сын там занял первое место, даже старшеклассников обгонял в кроссе. Но это благодаря тому, что он спортом занимается. Сейчас проводится там, первенство там по волейболу, по баскетболу, хорошо дети все занимаются, все бегают, все готовятся. Но все-таки систему надо как-то вот, конечно же, вводить такую, чтобы было обязательно подтягивать, было обязательно что-то еще, что-то еще. Гармоничная, общий физический такая вот подготовка. Да, я вот сейчас пробегусь, и меня будут за это уважать одноклассники. Что такое, потому что быть не сильным это не модно. И девчонки тоже на это общают внимание, даже те, которые никогда не ходили на физкультуру в школе, сейчас уже ко мне ходят. У нас в гостях был президент Федерации стилевого карате Ахрамиль Сакаев, он же учитель физкультуры в школе. В какой школе, кстати, ты? 46. 46-й, да. Забыл о тебе поздравить, хотел в самом начале. С Днем Учителя. Спасибо. Спасибо. Да, с Днем Учителя еще надо поздравлять. Мы говорили о развитии физкультуры в школе, о карате и о том, как это важно и для самых маленьких, и для нас родителей, видеть своих детей здоровыми, сильными, крепкими. Вы смотрели информационную программу «7 минут». До встречи.